В прошедшие выходные Тюмень стала центром голубеводства. Здесь открылась третья международная выставка голубей. Более ста участников продемонстрировали своих пернатых любимцев. 3000 голубей и 70 пород можно было посмотреть в одном месте и в одно время. Этим не примнули воспользоваться тюменцы и гости областного центра. Посетителей было удивительно много. И старым, ладцем, одинаковым интересом наблюдали за птицами, подолгу задерживались у вольеров. Нам тоже было интересно и посмотреть, и с людьми пообщаться. Вот Сергея Карипанова встретили возле одного из вольеров. Поговорили о голубеводстве в общем и о выставке в частности. Голубеводство является очень важным воспитательным фактором, в первую очередь для ребятишек. Я полагаю, что вы со мной согласитесь, что сейчас очень много по телевидению, вот этих фильмов различных, на компьютерах ребята играют, они не воспитывают в детях порой добра, доброты. Не воспитывают в детях любви к всему живому, к природе, к птицам, к животным. И вот подобное, мне кажется, проведение выставок, оно безусловно чрезвычайно важно. Я разговаривал перед этим с казанцем Александром Александровичем, он сказал, что из 6 тысяч человек, которые посетили прошлую выставку, львиная доля, может, процентов 90, были детишки. То есть такие выставки востребованы, они нужны и детям, они нужны и родителям. Потом я полагаю, что это действительно очень хорошее само по себе увлечение. Вы знаете, что есть у нас с вами общие знакомые, которые увлечены этим занятием, так скажем. Вот. Я полагаю, что все-таки любовь, голубеводство воспитывает в человеке порядочность. Я уверен, что люди, которые занимаются этим делом, не преследуют корыстные цели, не зарабатывают деньги, вот. А именно занимаются для души. Я полагаю, что когда есть вот такое занятие у человека, тем более человеку, будем так говорить, не возраста юноши, значит, самая ребенка, а зрелого человека, это уже многим тоже говорит. Я полагаю, что в Тюменской области есть очень хорошие перспективы развития голубеводства и этого движения в целом. По крайней мере, сейчас обговаривается вопрос, связанный с созданием музея голубеводства в Тюменской области. Я не знаю, есть ли где-то в других субъектах подобное всего. Скорее что, нет, наверное. Вот. Поэтому я полагаю, что это движение имеет хорошие перспективы. Сейчас только что, когда я давал интервью вашим коллегам, они спрашивали, может ли принимать Дума какое-то участие в этом. Мы готовы в последующей выставке училить специальные призы, допустим, областной Думы, если в этом есть необходимость. Мы готовы взять в определенной степени на себя вопросы, связанные с освещением, подготовкой, проведением этой выставки в той же газете «Тюменские известия». Вот. В общем, готовы принять любое участие, которое потребуется от нас. Я бы сегодня хотел пожелать, безусловно, этой выставке успехов, ну и в первую очередь, очевидно, нашему земляку, губернатору Молнецкого, Коганилу Юрию Васильевичу. А его коллекция, так сказать, голубей, наиболее достойно здесь представлена, на этой выставке. По подсчетам специалистов, в мире существует полторы тысячи пород голубей. Даже сложно представить такое многообразие. Про голубей даже журналы есть, правда, немного, пять или шесть по России. Один из них выпускается Тюменским клубом голубеводов. Конечно же, на выставке мы встретили и редактора журнала Владимира Зуйкова. Ну вот, журнал о голубях, это все равно, что журнал о музыке, о музее, это журнал о вечном. Если правильно подойти к тематике, к проблематике, в нем столько интересного открывается в деле голубеводства, столько интересных судеб, людей, которые разного социального уровня, когда они встречаются на выставках, они все становятся голубеводами, объединенные одной идеей. И различия между губернатором и слесарем, допустим, которые держат голубей, на выставках почти незаметно. Незаметна даже национальность. Когда голубеводы Германии и России, стоя вот у этих клеток, обсуждали голубя, они говорили каждый на своем языке без переводчика, и они понимали, что этого голубя хороша, грива, длинноват нос, ноги не совсем оперенные и так далее. То есть, вот это перевода не требует. Поэтому выбор, я даже рад, что журнал выбрал меня, и я вижу большие перспективы, даже у себя, как у журналиста. Сегодня в голубеводстве какие проблемы существуют? Сегодня в голубеводстве несколько проблем. Я даже не знаю, как их расставить по порядку, но две наиважнейших. Это проблема судейства, поскольку нет, во-первых, хорошо подготовленных судей, а во-вторых, им нечем руководствоваться. Стандарты российских голубей либо не приняты, либо приняты давно, либо приняты в разнобой. И сейчас в голубеводство вошло очень много пород, которых в мире не существует. Допустим, воронежские статны их нет. Есть ростовские статны, которые основаны всей статной птицы России, есть сибирские статны и так далее. И поэтому вот это судейство и стандартизация птицы – это две главных проблемы. Потом бы я поставил проблему популяризации этого вида, вовлечения в него дополнительных сил. Очень стареет голубеводство. Вот мы были недавно в Кургане, там председатель клуба привел цифру, что ежегодно на 5-7% убывает Курганский клуб голубеводов. По естественным причинам люди умирают. Сиротеют птицы, остаются пустыми голубятни. Это так же грустно, как пустые деревни российские заброшенные. Так же, как пустая голубятня торчит посередине города. Когда-то была жизнь, когда-то здесь кипели страсти, и вот она пустая. Вот следующая проблема. А все остальное решаемо. Голубеводство нельзя привить. Оно либо передалось по наследству, и, возможно, это какой-то вирус, его нужно пробудить. А пробудить его можно тем, чтобы это голубеводство было на слуху каждый день. Его видели. От выставки до выставки интерес к голубеводству не пробудишь. Я-то вижу широкую системную работу. Постоянная рубрика в газете, допустим. Раз в неделю небольшой рассказ. Не о дела голубевод, а о голубеводе конкретном, о голубеводе и так далее. Там масса тем. Тут тот же самый музей, который представит историю. Богатейшая история. Мы когда были в Нюрнбургском музее, мы там истории особо не увидели. Они на это меньше всего. Там в основном изобразительные. Вот картины голубей, статуэтки голубей. Этим заняты все залы. Ярмарки. Вот я наблюдал ярмарках. Ходило несколько молодых людей, в которых явно этот вирус живет. Они с такими грустными глазами смотрели на этих голубей. Им явно хотелось их купить. И если бы их общение с голубями было более частым, регулярным, они бы точно купили на следующей ярмарке. Понимаете, если человек взял голубя и решил построить голубятню, остальное его уже не отпугивает. Все остальное решаемо. Здесь главное сделать первый шаг. А он гораздо сложнее. Действительно, голубя нужно где-то поселить, нужна голубятня. Под голубятню нужно отвезти землю. Если в Германии это целая программа, и на такие выставки приезжает министр сельского хозяйства и всего государства, и той земли, где проводилась эта выставка, то это уже оценка уровня подхода к решению этих проблем. Естественно, там на выставке было более 25 тысяч участников. Они представили более 35 тысяч птиц. А у нас вот мы собрали чуть больше сотни участников. На третьей Тюменской выставке были и германские голубеводы. Господин Сольфранк – один из организаторов Нюрнбергской выставки, а Гюнтер Штах – автор множества книг о голубях. Им описано 1100 пород этой удивительной птицы. Жаль, что мы не могли общаться на одном языке. Но тема была столь благодатна, что, в общем-то, мы понимали друг друга. Еще немножко помог переводчик. И нас очень радует, что много детей посещают эту выставку. Для нас очень интересно увидеть русские породы, раз мы посещаем Сибирь и Россию. Для нас очень интересно, какая структура. Это в комплексе надо понимать, что тело, осанка, глаза, ноги, оперение и так далее. И для нас очень интересно русские породы. Есть для него интересные, то, что он еще не интересен. Мне очень нравятся статные голуби. Траймлеры. Это очень тяжело ухаживать за этой птицей. Это уже, в принципе, культура выведения этих пород. Да, и нас очень удивляет вот этот труд русских голубеводов, что такие расы пород выводятся, и что за ними уход должен быть серьезный. То есть это для нас удивление и приятное. Мы понимаем, что здесь экстремальная температура. Как это можно сделать? Для нас это трудно понимаемое направление. И для нас, говорит, очень интересно, что кормовая база, индустрия не работает. Как я понимаю, он сказал более кратко, что как можно вообще содержать при таком практически, наверное, маленьком ассортименте кормовой базы, еще и выращивать хорошую птицу. Организация, все окей. Все окей. Да, что свободные вольеры, просматриваемость, прозрачность, то есть все окей. Все очень хорошо составлено, что клеточки аккуратные, вольеры, то есть все окей устраивает. Мы тоже некоторый опыт берем от вас домой. Самая большая коллекция на выставке принадлежала губернатору Ямала Юрию Ниелову. Он представил 500 голубей. Юрий Васильевич считают одним из ведущих голубеводов и не только в России. Первую парочку голубей он получил от родителей в школьные годы на день рождения. И любовь к этой удивительной птице захватила его сразу и, как видно, навсегда. На каждой выставке он обязательно демонстрирует какую-нибудь новую породу. В этот раз это были португальцы. Их со светлой завистью разглядывал Анатолий Негин. Я прошелся по выставке и обратил очень внимание свое на породу голубей, которую Юрий Васильевич впервые выставляет, по-моему, потому что таких я больше не видел. Я не на своих выставках не видел голубей, не видел таких голубей вообще на других выставках. Это очень редкая португальская порода, да. И чистота-то, потому что они все как один. То есть чисто. Ну, они, по всей вероятности, это летная порода, очень хорошо летает, потому что строение много. Посмотреть на него настроение и всего тела, и крыла строения такое, что она очень подвижная, легкая. Ну, спринт. Они не птицы. И что самое главное, то, что самое главное-то, конечно, это алита. Алита. Они все как один. Все как братья и сестры. Головы очень хорошие, носы хорошие. Сами по себе птицы веселые. А вот и ямальцы. Семья Ишмаевых-Зленко почти в полном составе оказались на выставке. Конечно же, мы и с ними поговорили о голубях. Я не раз уже был на выставках. Мне понравилось там голуби породы кинги. Это, ну, моего знакомого Юрия Васильевича Ниелова. Не просил у мамы с папой, чтобы они тебе на день рождения когда-нибудь подарили парочку голубей? Вот сейчас зашел и попросил. Мы ждем, когда ребенок в отношении к тем, кого он приручает, станет взрослым, и начнет понимать, что это не только забава, но еще это ответственность. Нам кажется, еще немножко не готов. Еще немножко. Ну, я хотел бы сказать, что вообще общение с природой, общение с животными, это всегда, с одной стороны, это как бы смена той обстановки, нервной какой-то, в которой приходится на работе быть. А вот встреча с такими прекрасными, красивыми животными или птицами, как голуби, это просто всегда такое расслабление, какое-то, знаете, ну, возвышенное чувство, потому что мы привыкли видеть, ну, голубей одно-две вида породы дикие, а здесь настолько великолепные голуби, и есть и большие вот голуби, которые там, там, великаны, есть и маленькие там, есть и голуби-чайки и так далее. То есть это настолько прекрасно, это великолепно, конечно. Конечно, всегда, когда есть дети в семье, всегда должны быть какие-то животные. Это их облагораживает и делает лучше, заставляет их за ними ухаживать. Все, поэтому мы всегда с удовольствием ходим на выставки, в зоопарки. Возникает очень светлое, такое ощущение, что прямо ангелы живые тут спустились с небес, поэтому огромное удовлетворение, душевный подъем вызывает данная выставка. Интересно.